Следует выделить три основных направления, которые должны продолжить совершенствование налоговой системы Беларуси в 2015 году. Первое – преференции для развития бизнеса. Второе – фискальные меры. И создание условий, препятствующих развитию лжепредпринимательства. И третье – введение определенных ограничений в части применения упрощенной системы налогообложения. Ограничимся последним – ОСН, или как в народе ее называют – упрощенкой. С 1 января текущего года внесены изменения в налоговое законодательство 2015 года. Ну и, конечно же, в порядок применения упрощенной системы налогообложения, которая активно у нас применяется платежками Беларусской области. Упрощенная система налогообложения в 2015 году сохранила ранее применяемые ставки. Однако с 2016 года у нас будет обедена ставка, которая применяется сейчас в размере 3% без уплатного налога на добавленную стоимость в отношении выручки по реализации товаров вручной торговле. Также установлена обязанность по уплате земельного налога независимо от площади земельного участка. Ранее он уплачивался только теми плательщиками, площадь земельных участков которых превышала 0,5 гектара. Еще один нюанс, о котором следует знать. 1 апреля 2015 года, в частности, плательщики не смогут применять упрощенную систему налогообложения в случае, если они представляют в аренду имущество, которое не находится у них в собственности, в оперативном управлении, либо в хозяйственном ведении. Но, скажем, если договора, применяемые субарендой до 31 марта 2015 года будут расторгнуты, и выручка по ним поступит не позднее 30 апреля 2015 года, то плательщик сможет и дальше применять упрощенную систему налогообложения. Еще об одном изменении, которое начнет действовать с 1 июля 2015 года. Плательщики организации не смогут применять упрощенку, если их собственником является юридическое лицо и коммерческие организации, более 25% акций которых принадлежит одной, либо в совокупности нескольким коммерческим организациям. Продолжение следует...